17 сентября в соборе святого благоверного князя Александра Невского женского монастыря святых жен Мироносец состоялась встреча ковчега с частицей чест мощей преподобной Ефросинией Московской. 18 сентября в 9 часов прошел молебен с участием владыки Серафима. Реликвии пробудут в городе до 19 числа. Поклониться святыне можно с 8 до 20.00. 21 сентября руководство города проведет прямую телефонную линию с 9 до 12 часов. Жители города на Березине смогут обратиться к заместителю председателя Бобруйского горосполкома Владимиру Книги, замглавы администрации и управдюлами Первомайского района Александру Подберезскому и Валентине Пономаревой. Подробнее с контактной информацией можно ознакомиться на Боберлайф. 19 сентября на площадке у Дворца искусств сразу после концерт акции «Беларусь вперед!» посвященной Дню Народного Единства в 19.15 начнется дискотека. За настроение будут отвечать диджеи Zephyr FM. Продлится развлечение до 20.30. В эти же минуты небо над Бобруйском озарит праздничный салют. Вход свободный. После будет организовано движение дополнительного общественного транспорта. С 17 по 20 сентября кондитерская фабрика «Красный пищевик» принимает участие в 33-й международной осенней выставке продуктов питания World Food 2024 в Москве. Это профессиональная площадка, на которой всего за 4 дня можно комплексно решить задачи бизнеса, найти новых клиентов и партнеров, презентовать новинки, расширить экспортные возможности, изучить рынок. 17 сентября в службу МЧС от очевидцев уступило сообщение о пожаре травы в районе Бульвара Молодежного. Горел бытовой мусор на площади 15 квадратных метров. В ходе ликвидации спасателями был обнаружен человек без признаков жизни. Личность погибшего и обстоятельства возникновения возгорания устанавливаются. Субтитры создавал DimaTorzok